Ну что, пришла мокрая лиса. Видите? Да-да-да, хвост уже начал линять. Всё, почесухи. Пришла на почесухи. Готова валяться. Смотрим на лису, получаем удовольствие. Да? О, ухо. А ты какая, а? Ты же вроде на почесухи пришла. Зачем так делать? Всё равно свою линию гнёт. Если вдруг что-то не нравится, сразу хоть. Алиса, кстати, после болезни стала более такая, ну не то, что даже домашняя, пусть она стала более доверять, что ли. Не знаю, с чем это связано. Может быть, такой факт, что она болела, ей было больно, и после этого, то есть с ней нянчились, её возили, с ней были, не знаю. Её поили, пытались кормить, не знаю. Но я видел историю. Я так понимаю, что это не одна из историй, много таких историй. Но вот одна из историй, когда приходила лиса с лисом, их подкармливали, и, соответственно, потом начал приходить один лис, брал еду и уносил. А после этого мужчина, который их кормил, он пошёл за этим лисом, то есть тот не сопротивлялся, не убегал, и он его привёл к капкану, где сидела лиса. И вот этот лис в лисе носил еду. Соответственно, из этого можно сделать вывод, ну, таких историй много и разных других животных. Из этого можно сделать вывод, что всё-таки лисы, они понимают, что такое помощь, и потом относятся хорошо к тем людям, которые им помогали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!